ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старый Казахстан тебе очень хорошо известен. Да, он очень хорошо известен, но в нем есть как плюсы, так и минусы. ДАЖЕ УДЖОГАРЖАКТАН БЕЗГЕ САНКЦИЙЛАР ГЕЛЕУ ММКИН ДЕГЕЙ СЕХТУГА. Сурсултана бешич, приходите науше тилю. Без баскаймыз! ХОЙ Тұрсымбек! Халку салыстырадығы Тұрсымбек-тен. Алдындағы Тұрсымбек жақсы еді. Хұрмет алматылықтар, мен сен бердің барлықтарыңындың канализеторларына түстім. Смотрелес ұстарыны. Ха-ха-ха-ха! Давайте быстрей! Уже невозможно стоять! Бүгін менде қонақта танымал актер, тележүргізіші, жайберманшы Нұрбулхан Шарапов және танымал медиа менеджер Александр Аксютиц. Уже невоз правда жоңар актер, чарадығы ұстарын ұсығы қонақты болға, аналтыросында бүргізіші, жайында арадықтарында, подружиться срочно решили даже породниться деньги всегда объединяю саша на бельдом баузен джокмен болон день бельгин жопу себе в ендек киноиндустрия енден де келлифтанан ген буландин командик за фильмы или неген бак джамин танцов а салим создавал канал 24 я помню ты один из первых кстати знаешь один из первых кто переехал в астану и я помню твои сюжеты я даже подумала так я опаздываю мне надо срочно переезжать в астану ты уже тогда был личным журналистом президента в президентском пуле я смотрел на сашину и так я опаздываю мне надо срочно переезжать тебя мы знаем как медиа менеджер значит мин нормальный адам дармина конечно саша но это твой пол первый полный метр до это наш первый опыт наш первая ласточка он для нас наверное на всю жизнь останется самым дорогим опытом потому что когда ты что-то делаешь первый раз это тебя цепляет мы погружались очень сильно в сметы в организационный процесс и все для нас было впервые это конечно было очень волнительно и до сих пор волнительно но круто но вы собрали очень крутой звездный состав нурбулхан и марат достоев нурдаулей шертым кумар лохманов айнур ильясова да то есть у вас такой классный звездный состав и вы все-таки рамазан амантай рамазан амантай и индира такой звездный крутой состав и вы делаете ставку на актеров или же все-таки у вас крутой сценарий но сценарий ги басым кубник за сеным кубкин секты енда фильм и сариске болоннаген бежанан олдах зык полотты в лим брақ ендэ ешкандай бортарик и укрыган егізем еген фильм андэ аснованы на реальных событиях емес фильм я ешкандай тарихка кацсты был ендэ керсенче козыргы замандах оқиыгалар бар бізни еліміз осы 30 жылын ишін деге кандай бір елімізде бір резонанс тудырган оқиыгалар болсын деген сяқтан соларға бір сарказм ретінде алуға болып фильм ишінде сондах оқиыгалар бар ишінде сен кинода батырсын есін да джоқ мен жонгар бубы нем казақтарыны линясы бөлек жонгардан линясы бөлек сол жерде главыны антагонист казақтыра демжердің бәрліғын алып алған жақында манажер біздікі болады солгезде бәріңе он сотықтан жер берем шаршы сағам пасығыз кейдейз әліміз 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 шаршығаруығыз кейдейңыз бәрді әліміз әлімізшің кейдейдер жердім қов мен the andan қағызды. то есть вы смеетесь над джонгарами в этом фильме? ага, это гораздо глубже юмор это фактически противопоставление старого и нового Бағақстана , ты смотри все те проблемы, которые были в нашем обществе, надеюсь были monster никогда не повторяться это как раз все сосредоточено на джунгарских войсках старый казахстан тебе очень хорошо известен да мне он очень хорошо известен в нем есть как плюсы так и минус вы собрали как раз мы изначальная идея была как раз вокруг джунгарского войска образовать все самые болевые точки как про которые все мы прекрасно знаем вот мы как раз туда и поместили у нас на самом деле это классная интрига что фильм бельгас из батарлар это про старый и новый казахстан актуальная тема потому что спрашивал про то что на на что я делаю ставку на самом деле у меня два человека на которых я делаю ставку это сакен тактагулов это наш генеральный продюсер проекта это шикарный сценарист шикарный продюсер с очень глубоким пониманием проблем общества он умеет доносить до казахскоязычной аудитории на понятной этой аудитории языке какие-то важные проблемы но в очень классном юморе и сакен в этом плане молодец и второй человек это шелпан батарбаев это моя партнерша которая отвечает за всю организацию вот без двух этих людей фильмом бельгис из батарлар не было бы и плюс вы собрали классных квн-щиков да это благодаря вот как раз уговорить нурбулхана сняться не просто вы что вы прямо уговаривали я думала гонорарчик предложили и нурбулхан такой сразу согласился нет мы не платили баснословных гонораров к сожалению у нас не было такой возможности как раз благодаря тому что сакен он сам квн-щик и вот это квн-овское братство это вообще уникальная история они все друг друга поддерживают они все как братья друг другу относятся и благодаря этому как раз нас такой звездный состав если бы не было сакена никто бы не согласился тем более представляете какой-то непонятный толстый орыс собрался снимать не историческую комедию на казахстан а буквальноắm а Переходи С versucht многим ответом, можно добираться на кости и мне надо козык был дыма андалонси а вдруг давай корректиен сяк мукун джа субпитер берден за суда ген бар келесом бердым суда ген бар уже гонорарды гейсио бюджет кандай вместе с продвижением где-то сто восемьдесят миллион сто восемьдесят миллионов да ну и сто восемьдесят миллионов сколько нормальный суром издей энди я как начинай шахтер январь саткана генендау анда улькин гонорар ларайт омемен билем баска актер ларды ганды халка тонул джина актера например на кончалатым брем браэнд он дает как-то тонул кинода кишкене опыт он декор по мағана ген пример на баса бала дау деген сумма на кончалонда процент сексе миллион нан две гуманитарий баска актер ларасы продюсер ларку ретта ака сон такой беретті киберем киеве 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 топ кalgia поэк саш на выходе смелый ребята потому что я посмотрела в октябре им бы ходит group и света богатырлару це佢мазия шы хорьяк солганию палако Джамбо цей ما он пригласить и нежели на али ануре лисы же самым джок он конечно же сами киномбол сум и и ауа сады мужа полноценный зимис просто еще рамазан минусы долзами рама за минин первые джима зубра гену казахстан лениесли кинода и так долгим из рамаза медицины инда кишкене Конкуренция была, нет, по-любому. Биркунде. Биркунде, примеры, Биркунде. Посмотри, Джиммаси Гузеншу Куркуе, Кокуджамбо, Бельгизис Батерлар. 5 октября Тимуджин, 5 октября в этот же день Митад Коэмбаев, 19 октября Келинжан, 12 дайстер традиции, 12 бешпармак, 19 месть, 19 жаза, 26 салам Европа. Это тоже ваш, да? Продакшн снимает. И 26 билет израиль. Слушайте, когда мы должны успевать ходить на все эти фильмы? Каждую неделю, да? Мы должны все бросить, жұмысты тастап, ходить к кинотеатрға. Енді, қараңыз, бірінші қыркүйіктен бастап, бірінші қангтарға дейін, 40 премері тұр, примерны 40 премері тұр. Енді бізде ол аралықта, 16 апта болатын болса, получайся, бізде әр аптада екі, немесе, үш премерідан шығып отыр көріп. Казақстандық фильмдер оның бәрліға. Несе тұр. Бірін, бірін халқызы, бірінші көріп, әріпкенүйіктен қызып, қырқандарға дейінші қағып, ажының бірінші қағып отыр? А әріп үш үш мүш үш жүйде көріп бірінші қағып отыр көріп? Они және діңдің бірінші үш бірінші қағып? отвечают за наш показ. И мы в последний момент, что они, что мы узнали, что мы, оказывается, выходим в один день. Понятно, если была бы возможность, мы бы, конечно, договорились, чтобы не выходить в один день. Слушайте, прокатчики так всех друзей пересорят. Я не думаю, но надо понимать то, что наш рынок кино, он только зарождается. Большого коммерческого кино – это только начало. У нас заполняемость кинотеатров всего 30%. Людям, на самом деле, они бы ходили чаще, просто не на что ходить. И чем больше сейчас будут выходить фильмов, тем будет больше людей приходить в кинотеатры, тем круче будет наша индустрия развиваться. Не надо этого бояться. Но сейчас я вижу, что, условно, киношники закладывают бюджет 180, от 150 до 200 миллионов тенге, рассчитывают собрать миллиард. Но если Джохану, например, с первым фильмом повезло, Келенджан собрал, хотя бы кино, да, Кайрата Длигерей собрал. Но последние прокаты, я смотрю, там уже, то есть, собирают ровно столько, сколько потратили. Ну, это уже хорошо, что они не ушли в минусы. Так это же бизнес, для тебя же это бизнес. Да, но для меня это не бизнес такой, чтобы сейчас собрать 2 миллиарда и уехать жить в Дубае. Для меня это системный подход. Мы снимаем, два фильма уже отсняли, третий скоро будем снимать. Мы развиваем организационную структуру, выстраиваем, чтобы зарабатывать не миллиарды, но приличную прибыль. А для этого с одного фильма не получится. Это чисто на удачу, конечно, можно там собрать сразу много-много денег, но это не системный подход. Ну, вот сколько вы рассчитываете собрать? Ну, мы думаем, что как минимум вдвое больше, чем потратили. Где-то в районе 500, да, миллионов? Да, если даже вот это мы достигли. А какой резон? Вот смотри, ты 500 заработаешь, пойдешь половину отдашь кинотеатру. Половину кинотеатра, да. И сколько ты там заработаешь? Ну, даже если ты 50 миллионов заработаешь, это очень хорошая сумма. Надо же исходить из того, чтобы... Просто я думала, все думают вот так вот. 150 потратил, миллиард заработал. Нет, я не верю в такие вещи. Я сторонник того, чтобы постепенно раскручивать какой-то проект. Я не верю в то, что вот сразу все получилось, взлетело. Учитывая мой опыт как раз в организации медиа-компании различного рода, в различных сферах, это все надо запасаться терпением, стиснув зубы и идти вперед. Слушай, ну ты создал Silent Social, да? Сколько у вас там серебряных и золотых кнопок было? Больше 20 серебряных, 3 золотых. 20 серебряных, 3 золотые? Слушай, это круто, да? Там веб-сериалы, ну просто собирая там одна серия, только выйдет миллионы просмотров. И после этого ты идешь и уходишь в оффлайн рынок. Ну это же круто, это новый опыт. Самое страшное в нашей жизни – это сидеть на месте. Вот даже твой личный пример для меня всегда очень сильно показательный, что ты рисковая. Ты не боишься заходить в новые виды бизнеса, не боишься развивать какие-то проекты, которые там на сегодня кажутся, да нет, это не залетит, невозможно, такого не бывает. Ну я просто в них верю. Ну потом проходит год, и они взлетают, видишь? И вот я придерживаюсь такого же подхода. Нужно, главное, верить, нужно чувствовать, понимать, что ты делаешь, и тогда обязательно все получится. Не сразу, но получится. Почему вы выбрали такую тему про батыров, да? То есть понятно, что комедия – это самый беспровержный вариант для нашего рынка, но почему про батыров? Сакенц – это идея, и его команда, они очень долго ее вынашивали. Несколько лет они ее вынашивали, они хотели сделать казахстанские астериксы и обеликсы. Они долго к ней подходили, но каждый раз, когда дело касалось бюджета, они понимали, что, блин, не получится у них. А тут появились казахмедиа, сказали, ребята, мы готовы рискнуть, давайте вместе. Мы верим в вашу идею, мы верим в вашу команду, в ваши способности, давайте попробуем. Так это все изродилось. Это же классно, потому что у нас очень много исторических фильмов выходило, и многомиллиардные бюджеты там были, и все было круто. Такого, чтобы посмеяться не было. . 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Думаю, я думаю, что еще и талант который был отшлифован Жайдарманом многие годы Жайдарман это Школа Потому, что я же на Жайдармане в жюри Я прям благодарна Это такая школа Как вы думаете, что ты сейчас? Я думаю, что Нурбулхан началась такая золотая эпоха. Он на хабаре в самом рейтинге в проекте Кавер Шоу заменил Турсымбека. Шоу оладан, аңсағын таңытқанда армандарым, Жолдаған жаратқанға афирмациям, Өтеліп кел әтқанда, өтерліп кел әтқанда. Жастарға да орныңды бермейсін бе шаржадым ғой, Ем алып келмейсін бе пенсияға, Сәл жығып көрмейсін бе, көрмейсін бе. Көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе. Не страшно было? Турсымбек – это Турсымбек. Да, когда переговоры жүржатқан кезде, кішкене ойым болып менде. Калай болады, пәлігім қалқы салыстыраға Турсымбек-тен. Ярлабы, для холында сахама иосиф вели�,, көрмейсін бе, көрмейсін тұрмын千ビурен CARС. Dieser расын бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсін бе, көрмейсы бе қаммаға, көрмейдерде. Көрмейдер жақсады, иәл ақнулса қармей reach көрмейсін бе. ИBabyien, риманы жарoccыз, мысор білік төрмейсін бе. В первом сезоне, в первом сезоне, в первом рейтинге передачи. В первом сезоне, я заметила, что ты любишь открывать новых людей. Все, что ты делал на «Селем Соушал», каждый веб-сериал был крутой. Я тебе в прошлом году звонила, когда мы снимали «Аблемансура Серикова», «Хобланда Булат», «5.32» Это просто один из моих любимых сериалов, на которые я просто залипла, влюбилась. И потом сняла и Кобу, и Мансура. Ну, они крутые. И ты любишь всегда находить какие-то ниши. То есть ты вот эти тренды как находишь вообще? Как ты их нащупываешь? Я не знаю, наверное, дуракам везет. Дуракам везет, мне кажется. Буксы, профессионализм. Актеры, колои курят. Мне кажется, это чуйка какая-то, да? Нет, я всегда верю в людей. Для меня никогда не было главной целью зарабатывания денег. Для меня главное, чтобы было что-то такое, чтобы было интересно. Для меня «24-ка» был очень интересным проектом. Очень тяжелейшим для меня, но интересным. «Салем Сошел Медиа» – это очень интересный проект. Кино для меня тоже. У меня, конечно, были сомнения, стоит ли идти. Но мне вот Шалпан Батарбаева каким-то образом сумел убедить, что нет, надо идти, надо рисковать. Слушай, ну ты уже в «Салем» сколько сериалов-то снял? Для тебя это уже знакомая же среда? Абсолютно другая система бизнеса. Я же все-таки стою со стороны орговика, чтобы туалетная бумага была, чтобы трубы не засорились. В канализацию купались? И канализация была отсюда для актеров. Чтобы не тратить еще один день на переезд, пусть купаются в канализации. Но видите, я же еще смотрю на это все со стороны, я же сам не творческий человек. Да, смотрели со стороны. Давайте быстрее, уже невозможно стоять. И посмотрите, какой у нас сейчас шикарный рынок. Даже если наш рынок сравнивать с российским рынком, у нас гораздо сейчас все интереснее, динамичнее. Ты думаешь? Да, у нас новый формат, у нас новые люди, новые подходы. Но ты тоже один из основателей этого рынка, ты понимаешь это? Нет, я просто сбоку помогаю. Ну конечно, Саш, это же очевидно. Нет, мне просто повезло. Я, насколько вот знаю, по инсайдерской информации, ты уже продал фильмы, которые еще не снял, или которые у тебя в процессе съемок, известной российской стриминговой компанией, платформе. Да, нам очень повезло, потому что два фильма, которые сняли, мы их уже продали. Один фильм, который мы только будем снимать следующей весной, мы уже продали. То есть российскому зрителю интересно казахстанское кино? Российскому зрителю интересно казахстанское кино. Это показалось первого по целям сошел-медиа, потому что очень много россиян смотрят сериалы сошел-медиа. Да, и комментарии, да, мы смотрим из России, пишут, пишут. Когда мы выдали фильм «Пацанская история» в кинотеатрах, нас так ругали в Ютубе, россияне говорят, а как мы смотреть будем, мы же в России живем, а в России наши фильмы в кинотеатрах наших не показывают, что нам делать. Поэтому это очень классно. Еще «Сержан Братан», да, по-моему, россияне? Да. По-моему, «Сержан Братан», «Сержан Братан». По-моему, «Сержан Братан», я так смотрю, только комментарии читайте. По моей инсайдерской информации, один крупный российский продюсер хочет взять франшизу «Сержан Братан». Да, «Сержан Братан». Круто. Это говорит о том, что, мало того, российским платформам сейчас важен и казахстанский зритель, они выходят активно на наш рынок. И вот мы вместе с Алишером Мутевым, вот мы уже приступили к проекту. То есть ты три фильма уже продал? Три фильма продал, сейчас еще вот сериал продал. А сколько платят, если не секрет? Платят, ну, это, по-моему, позволяет окупать где-то, наверное, там, под пятьдесят процентов. О, ну, нормально. Это уже серьезные деньги, потому что раньше платили смешные деньги, как-то на это мы даже не смотрели. А сейчас, когда видно бешеная заинтересованность россиян в нашем креативе, это прям очень хорошо. То есть они замечают наш креатив, да? Они замечают, потому что если раньше, ну, вспомни, когда мы с тобой работали на телеке, мы всегда с открытыми ритмами смотрели на российское телевидение. Я думаю, ох, вот это бомба. НТВ помнишь? Парфенов, Наведний. Мы на них смотрели и учились у них. Да, а сейчас ситуация изменилась так, что по креативу казахи рвут россиян. И я вот, я смотрю российские многие проекты, я могу с полной уверенностью заявлять. Ну, как раз президент же сказал недавно только, что нужно креативную индустрию развивать. Да, потому что вот сейчас это прям золотое время наших креативщиков. Такие ребята… А как ты думаешь, в чем наша фишка? Как раз вот в особенности юмора, в креативном подходе к любому делу, что они, не знаю, может быть, они так слишком выросли, стали слишком большими, и они не готовы так рисковать, не готовы нарушать правила, не готовы, ну, пошуметь вот так вот, по-хорошему, по-молодежному. А наш рынок, он абсолютно живой, гибкий, он готов и рисковать, идет открывать что-то новое, энтузиазма гораздо больше. Вот взять того же самого Марата Уралгазина, с которым мы на медиа-форуме недавно с тобой встречались, и он говорит, мой ютуб-канал – это чисто мой энтузиазм. Вот не было бы моего энтузиазма, не было бы этого ютуб-канала. То же самое я могу сказать про казахстанские дизайнеры. Вот. Там тоже энтузиазм. Как только у человека энтузиазм заканчивается, этот бренд перестает существовать. Пока горят глаза, все круто. Вот наш креативный рынок – это сейчас очень большое количество крутых ребят с горящими глазами. Они не испорчены большими бюджетами. И самое классное, смотри, это же все на частные инвестиции. Да. Ну, государство, вот, чем меньше присутствие государства, обычно в нашей сфере, тем лучше. Слушай, ну вот ты говоришь пошуметь, да? Бельгасис Батырлар. Я когда-то мне сказал, вот мы с тобой на медиа-форуме встретились, ты говоришь, Бельгасис Батырлар, фильм снимается. И я почему-то, вот я посмотрела, когда готовилась к интервью трейлер, я почему-то думала, что там какие-то известные наши будут Батыры, да, там Нурбулхан какого-то Батыра играет. То есть вы не стали, да, как-то к чему-то привязываться? Нет, это чистая комедия в стиле астерикса. А почему не привязаться? Это рисковая тема, можно очень сильно... Это рисковая и опасная тема. Да, это рисковая и опасная тема. Но вы же хотите пошуметь. Ну, пошуметь хотим, но по-любому, я не знаю, что тарих катису, деген, уйти киин негезы. Сынайды, да, собственно? Да, уйти катсынга шурайсын, деген сякты. Я думаю, что даже в Ужогаржахтан бізге санкциялар гелёв ммкн, деген сякты. Казар санкции, деген, 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 деген сякты. Поэтому санктан, давай историю, вообще не будем трогать теген сякты, батырлары. Нет, ну это же комедия, в принципе. Ну, видишь, это, возвращаясь к теме того, что мы же сделали как раз вот такие, проводили аналогии старый Новый Казахстан и вмешивать туда батыров, ну это было бы, это каша мало. Вот старый Новый Казахстан. То есть там есть прототип, например, Назарбаева? Нет. Ну... На заднем фоне. На заднем фоне, да. Есть такой, да? Но некоторые родственники очень ярко представлены. Ярко представлены, но... Дорига Назарбаева? Нет. Он дай не емец, просто, калайцам, вот, типа, баскабернерсен, джонгарларда алып келеп, ну, примерно, сон дай адам бар, деген сякты. Слушай, Саш, ну ты же всегда был очень, ну, близок к первому президенту. Очень хороший показатель, когда люди умеют смеяться над своими же ошибками и проблемами. Ну, это... А ты уверен, что он будет смеяться? Вдруг мой не понравится? Да нет. Стоп, он будет смеяться. Он должен не посмотреть. Ну, у нас есть у всех характерные проблемы любого общества. В любой стране есть какие-то вот... По-о-о-о, вот, в общем, да... Вы же сказал, в чем, та же... Как вы сейчас сейчас обманете из себя в первый стране, у вас есть какая-то? Вдруг, я не знаю, что это такое впечатляет, но... Вот, я знаю, что, в Азарбаев,你 Thinking, я не знаю. Су-о-о, ну, не знаю, что это такое. Вдруг, а не знаю, что ты сейчас делаешь. Вдруг, этот тренд-друг, я не знаю. Вдруг, он будет везде, если вы closet, если вы хотите везде, когда вы сделаете, А если в Казахстане, то есть сумма, статистики, статистикаты много шагов. Ну, соответственно, айрмашлык солганайде болеем. А так, ищет неговызгерген жоу. Фильм про новый Старый Казахстан. Да. Это интересно. Это противостояние двух Казахстанов. Без не ойладык, например, в фильме. Сол нарцены, без тюре алдык. Сосын биржағынан сапалады, тюрдык деген сияқты. Осы оқыдан истарийские фильмлердің бәрлігі бюджет. Сколько кочевники снимали? Сколько-то лет? Потратили сколько-то миллиардов долларов, да? До сих пор вот эти декорации, да? Какой-то жима біргіңнің ішінде, айналдырған 180 млн тенгеге. Осында биржағым сақтық историске фильмді тюрүге болады кем ғой деген сияқты, премьермен келдіруге сонда біржағынан сонда ой болды. Саш, ну ест мандраж? Ну, естественно, ест. Есть? Ну, бессонница. Уже которую неделю. Что вы делаете для того, чтобы люди пришли на этот фильм? Мы пришли к тебе на интервью, спасибо. Конечно. Да, конечно. Мы пришли к нам прод of Google for more together. О confessай неделю. Обе внови, вог Briefpm. Бел нигде по другу, falling мастаж сонда жасаман, на самом деле нам очень повезло потому что нас поддержать ты нас поддержала нас поддержал нурланку нб нас поддержала команда казах таймс и вот все ребята кому бы не обращались все к нам с пониманием относятся все верят у нас получится давайте ребят ну чем можем тем поможем по казахстану как это промо по казахстану нет не успеваем и много актеров времени нет например да аралова да и менделет у вас полного потому что козы дар вас период то варки и надо график отит звук калта отписи казахстан аралова болотин паска кино на актер ларс яхта одессы я и лбасна кунтуган да ты не степ жатсан а кунтуган жалыш аптезе жемле жар салган да был сын ден ешкин бахре алалмаз эй жай сөзбен айч кетк аулымызды калам қасыд куткарайк кайда каул дайты бірсін сен а мене пәлембай вақыт күлкүрган жүртты несне куткара мен басын стима а а денин салма сенің күлкүрган маулдан амангалған екемізган а енді біз барма сак күмбармак мне очень понравалась промо барби они начали за полгода и у них было столько кросс-маркетинга да то есть они были везде сужен но я думаю что все таки успех фильма зависит от промо абсолютно согласен с тобой мы к этому идем вот вспомни как раз проблема нашу большой телевидения у нас очень много тратили сюда на производство но не вкладывались в промо весь голливуд это 30 процентов бюджета проект это всегда продвижение мы к сожалению пока к этому идем я смотрела барби там я не помню сколько не потратили но я видела что цифра потрачена на производство фильма на маркетинг был потрачено ровно столько ну вот потому что даже создали специальные программы разработчики сидели чтобы человек мог фотографироваться там стиле барби и он преображаться все эти вещи которые голливуд уже делает но мы к этому еще идет когда начали промо до выход за два месяца маловато мы во время съемок еще делали ногу таком пассивная больше не не активно активно начали за два месяца но это наш первый опыт я не могу сказать что у нас все прошло идеально идет идеально мы видим там где мы ошибались там где нам надо дорабатывать но это же классно учиться на своих ошибках сожалению на чужих ошибках учиться не успею чтобы наш казахстанский зритель до поддержал здесь вот это тоже наш выбор до каждого зрителя то есть это ты приходишь кинотеатр и перед тобой там афиша да то есть ты смотришь куда пойти ясно говорю если наши казахи не будут нас поддерживать то кто нас поддержит вы можете присоединяем проводить по правилу афишам как ты вас ездил титул омплаке поэтому мы занимаемся не такой обistать вариантов а фрукты мне нужно будет выбрать Нурбулхан, в Синдекоп Жылдарбой Ляля Султангызмен конфликт был. Жақында инстаграмда аж сам, сіздерде был перемирие. Да. Осы көремендер науында болсын, баса сіздің оқылмандарыңыз науында болсын. Мен де көргеттің оқылмандарымында болы мүмкін. Небі әріпелетísен әжінің оқылмайында болды. Верен сіздерде Бабау saúdeу, оқынару айты, бұл мүмкін. Под100 мүмкін. Ты ещё живёшь, да? Да. Но процесс — жарты жыл, сот процесс. И каждые недели, каждые две недели... Пандемия, да или до пандемии? До. До пандемии. До пандемии, да. И ещё, мен юленин деп тойым жасалатқан кезде басталды, оданген бір жарты жылдай соттасып жүрдіп. Соданген сот процесс бітті, мен жынгдім. Оданген бір төрт жыл ғос, биылғана ғыдос асқанымыз. Төрт жыл бойы екен, но кейбір жылдайды кездесіп қаламыз, ол кезде сөйлеспейміз деген сөйлеспейміз, бір-бірімізге қарамыз, и қасымыз завет көтеміз деген сөйлеспейміз. Но сіз жай батыл болған кездесі, сіз, лай-лай екеніз жүриде отырдыңыздар. Вот единственные сөйлескен кезіміз, который... Это прошлом году же? Прошлом году, да. Это в декабре был. Сен сахнада был? Мен сахнада ведущей был, она сидел жүрейді. И... Мен адап... Абыша арада. Жүриларды. Бейбітті, сізді, есен елеукен, абуынасыр сереков. И кағда лейлаға келгенгізде тоқтап қалам, и ярик тұратты. Чөм алшыз, давай таңыздар деген сияқты. Потом басталды, ноуызырас, и лейла деген сияқты. Сол кезде, бірінші рет біз диалогқа келдік. Ну, ол жерде юмірмен енді, юмірмен. Бірақ, өте сәтті шықты дәуелем, көріменде, вау, и пабликтерді кесіп, бүкіл инстаграмда пабликтер сон таратақты. Лейләмен нұрболған кездесі, лейләмен нұрболған кездесі. Бүкіл жерде. И осы бір жылдан кейін, біз официально эксклюзив, біз достастық деген сияқты. Бүкілде, онында жаймен бүкіл телеканалдар, бүкіл пабликтерді жаймен салып қастады. Ол әлемі нұрболған достастық деген сияқты. Енді бәрліғы жақсы. Ешқандай бір-бірімізге араздастығымыз жоқ. Енді қашанға бетіп жүре береміз. Мен көрсен да жыл екшел көрі жүрген, бәрі бір сфері жүргінде боламыз. Бүкіл жүрді жүргенді жүрген, бүкіл жүрген, бүкіл жүрген бұл мұрды жүрген қойға жүрген. Жүр, жүрген Мұрдар ойдық, келін жүрген жүрген жүрген! Таким образом, мы общаемся в инстаграме и подписываемся в инстаграме. Разблокировали? Сначала разблокировали, потом подписывались. Нет, я не буду в инстаграме, но я не буду в инстаграме. Конечно, если вы в инстаграме. Я бы тебя заблокировал на всю жизнь. Спасибо, ты, Махан, в инстаграме. Получается еще добрая? Да, в инстаграме нет. НеIEМЕСКОЙ couкий день... В инстаграме перед 실제로 начало работу опросы для нас. В 설�ите, egoريта как идти, а 결국 потому что не будет. В таком случае, Михайлов Kung fu, Нейллан Хан. Он был пролетим иηиме согласии за61 pepper ручка, а так и говорит о волейханахам Rayling. Нет, что надо думать, что Маханн hopefully не будет. Именно приезд Teshokala его замечательного pouquinho,ев который фототаношялся – это jeanigo, что это DoorBolnsен. я сякта ослал я на полу хан лично мантов сыр до основу хана оснах он энд и хунах ослал до деген сет и сусон мент соли зет сын диме кокс делал декатка за рене шоу и соки здесь кен взрослый достас посадки почему нас саша вот тоже медийщик любят вообще и народ и вообще сами известные люди да вот такие публичные конфликты ну бискарда суттасы жертвой марат орал газендер мысал олар маан лично хау кезискалк марат бен сосын марат тартаман очень классно хайпует едет я не понял вот так должны профессионалы хайпу нотета типа осындая хайп был герп профессионалды телевидение сферасы нау урвен дитта типа хайпты урвена шетелдеге болсын россияда болсы хайптар осылай жасалат дитта и мен тусымбекамды маке это не хайп это реальность сутебный тяльбой но вот тут вайдем отырды я адвокат кознаешь сколько уже ахшат уледен да со айтатты типа күшті хайп жасалатысынар дитмейді маке астама бастанавейс ол бұл эшкандары хайпимис боли реал насон дейбол жат козын а кетч сонды я мәне 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 ваше ше сендер грамотына стиват сын дарды олап жүрімдейттэ типа ну бір жағана ол продвижионе га жақсы дейттэ типа илла айланы аймағанда деймес яқты телевиденеды ареал акаса сіздеді осынды боланы кеймонады екен ауу біздің Когда Жахан объявил о своем разводе, я тоже позвонила спросить, это правда или они хайпуют и прогревают следующий фильм? Они реально. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Но мы не знаем, что мы не знаем, что мы знаем, что мы знаем. Ну почему, ради статистики? Вы в основном комментарии отырали? Я лично рекомендую рассказываю. Это профессиональный читатель комментариев. В общем, мы говорим о комментариях, потому что я в инстаграме «Алюмит Ижел» Я говорю о комментариях, а я отвечу о комментариях. Я говорю о комментариях. Я говорю о комментариях, что почти 90% из семья, что это вообще. И 90% получает, что человек не получил его. Не то, что он уничтожил. Даже если он уничтожил его, Мы не хотим хайпануть и раскручивать фильмы. Мы не хотим. Мы не хотим. Почему Саша у нас любит публичные конфликты? Это же классно. Если бы у нас все дружили и любили друг друга, это бы скучно было бы. Интересно было бы. А ты поругаем за это что-то? Это ужасно. Честно, я не люблю такое. Все люди внутри своих семей ссорятся. Если брать целую индустрию, естественно, не бывает, что все было гладко. Мне кажется, это нормально. У людей иногда накипает, у людей выливаются эмоции. К этому надо с пониманием относиться. Это абсолютно естественный процесс для любого общества. Ну, что же вы тогда не хайпанули с Аскаром Джалдиновым? В смысле? Аскар, он же подал в суд на Селемсоушл, когда ты еще там был, когда вы 5.32 снимали. Он говорит, вы украли у меня сценарий. Зачем? Вот в сон дай гейзде, да? Зачем? Может, хайпшен сходка вердыма? Уизнанг, атнш-харушен сходка вердыма. Аскар, ты и так тебе арблет? Нет, но у Аскарика же как раз выходил новый тираж книги. Видимо, надо было подогреть аудиторию. А может, ему реально было обидно, что с его книги взяли? Нет, я же разговаривал с ним. Как только он пришел ко мне в гости, он сказал про то, что я считаю, что взяли из моей книги. Я тоже пригласил Алишера Утьева, пригласил Рустама. Но ты был на презентации его книги? Нет, не было. Она же просто не была. Я в Алма-Ате находился. И я пригласил, говорю, вот Алишер, вот Рустама. Алишер, он написал сценарий, поговорите с ним. Они поговорили в кабинете, вышли из кабинета, пожали друг другу руки и сказали, что никаких проблем нет. То есть Алишер говорит, я не брал ничего из книги. Потом уже это завертелось, пришло какое-то время, и Оскар начал что-то там говорить про Салем, что такие сволочи, оскорбления какие-то писать. И потом это выделилось в суд. А почему это произошло? Хотя вы до этого нормально общались, да? Просто с друзьями вместе с пива пили, мясо ели, наши жжёны общаются. Я не пью. И это для меня было загадкой. Ну, я думаю, что это всё временно. Ну, Бухан, но в будущем, если ты будешь опять с кем-нибудь в конфликте, ты будешь подавать в суд? Я не буду подавать в суд. Уже всё? Ну, джок, мейна сутка беретго, а Маган как-то... А, Ляля на тебя подавала в суд? Да. А, вы думаете, мейм сутка беретго? Да, да. Я думала, Сини, не люби. Мы тоже не подавали в суд, это у нас подавала. А, ты выиграл или что там решили? Одно дело выиграл, два дело проиграл. Потому что выяснилось то, что в газете, экспрессках, которая также принадлежит одним и тем же людям, которым принадлежит Салем, из газеты были статьи опубликованы в книге без указания авторства. Из газеты? Из газеты, да. Ну, у вас возможен такой исход, как у Нурбулхана с Ляля, что завтра вы подружитесь и всё будет хорошо? Да, мы по-любому рано или поздно найдём взаимопонимание. Потому что, ну, Оскар горячий парень, из него это вышло и, слава богу, что в себе не держит. Это важно. Плохую энергию в себе не скапливает. Зато у него не будет инфаркта. Ты знаешь, когда возникают такие ситуации, я всегда вспоминаю моего близкого друга Маркума Бесена Кронбека. Нам всем надо у него поучиться стойкости духа и способности держать свои нервы в жёстком кулаке. Ну, ты ушёл с Алимсоушла без скандала, да? Ну, как-то неинтересно даже. Спокойно, молча. Все люди уходят со скандалом, да? Все уходят со скандалом. Наверное, поэтому у меня в Инстаграме всего 2000 подписчиков, потому что я скучный человек. Ну, надо чуть-чуть как-то, знаешь, какой-то хайп создавать. Да нет, я вообще не сторонник сжигать мосты. Тем более, Алимсоушлмедиа – это моё родное детище, я в него столько сил и времени вложил. Как я могу поссориться с командой Салема? Они же все мне родные. И даже вот в рамках проекта «Бельгий Сэс Батарвар» за продвижение наше отвечает Салемсоушлмедиа. Но с акционерами ты не поругался? Нет, я вообще не с кем. Не люблю ругаться. То есть это было твоё решение уйти? Это было моё решение. Из Салема я же намного раньше ушёл, чем я, в принципе, ушёл из структуры Эрджи. Салем – это давно-давно уже, через три года существования, я понял, что Салем – это абсолютно сформированная команда с чёткими планами, с крутой командой, мне там просто заняться нечем. Слушай, ну вот я смотрела на Салемсоушл и параллельно я смотрела на «Казахфильм». «Казахфильм» – это просто государственная машина с огромными бюджетами, которая просто погибала и в очень печальном состоянии была. И Салемсоушл всё равно с каким-то ограниченным бюджетом, но с шикарными просто фильмами, сериалами. Вот почему у нас в государстве часто, ну, вроде бы, очевидно, должен быть успех, а проваливаются. И я для себя понял, что это отношение к людям. Просто отношение к людям? В государственной машине почему-то никогда люди не на первом месте. У них могут быть там оборудование, здания, всё что угодно, но они только не люди. А Салемсоушл меди – это изначально было. Мы всех наших ребят вот так вот на руках были. «Простите, у нас нет больших бюджетов, мы не можем вам платить миллионы». «Ну, ребята, давайте попробуем сделать классное». Многие же ради этого и приходили, ради того, чтобы просто самореализоваться. Не заработать миллиона, но самореализоваться, и это сработало. Ребята, там, вот бедный Алишер Рутев, он там своими деньгами входил, чтобы доснять сериал, потому что они говорили, ну, Алишер, блин, ну извини, братан, ну как мы не можем вам... Ну, зато потом Кобаланты Булат, знаешь, ушёл в минус, и у него была денька где-то, ушёл с двумя кредитами. Ну, то есть, чтобы сняться в сериале, он ушёл в минус, но зато он получил какой фидбэк, да? Да, и вот это, когда ты к людям вот так вот относишься, и оно по-другому всё работает. И для меня вот сейчас абсолютно неважно, там, бесполезно инвестировать в какое-то там оборудование, во всё что угодно, главное – это инвестиции в людей. Тем более у нас тьфу-тьфу-тьфу, у нас есть в кого инвестировать. Слушай, ну вот я брала интервью недавно у Рамазана Монтай, он такой молодой, да, он такой дерзкий, амбициозный, он говорит, короче, ребята, все, кто снимался, после премьеры поедем в Дубай. Я говорю, Рамазан, ты хочешь показать всем другим продюсерам, типа, какой я крутой. И он говорит, нужно менять отношение к актёрам. То есть у вас есть какие-то такие фишки? Ну мы старались выполнять всё, что просят актёры. Мы увидели канализацию. В рамках наших ограниченных возможностей, но мы делали всё, чтобы… Не нравится, Рамазан там свой фильм снимал в Дубае, а сам в канализации в это время. Сам терпел, так сказать. Не, ну для нас же самая главная цель – это снять продолжение фильма, потому что мы сейчас уже вот с Акеном ищем локации, мы там нашли в Астраханской области вообще уникальное место, где древнее поселение казахское было, и они сумели сохранить его. То есть это будет «Бельгас из Батерлар-1», «Бельгас из Батерлар-2». Ну для нас же образец – это Нурлан Коянбайф и бизнес по казахски. Мы все хотим что-то снимать, чтобы это была долгосрочная история. Тем более, что очень богатый материал сам по себе. Потому что в эту сферу ещё никто не ходил. Если посмотреть на современные казахские комедии, они, знаете, вот такое ощущение, все начинаются с пролётки на Дальфа-Раби, в Алма-Ате, вот как-то они такие. А по картинке нам хотелось бы что-то уникальное. И учитывая твои, скажем так, твои способности разбираться в креативе, вот обрати особое внимание на композитора работу в нашем фильме. Вот ты должна оценить, насколько это такая… А кто композитор? Акбаев Айдос. Это молодой парнишка. Мы с ним впервые вообще столкнулись, работали. Ну вот оценишь. Прям удивительно. И мы вот ждём теперь продолжения, чтобы снять вторую часть. Надеюсь, ты у нас там тоже снимешься. Да, да, да. На канализации я не согласна. На море? А про канализацию? Где-нибудь на обучении, сеглости. И халф такой, где-нибудь, фу, сасхахтёв, да? Все люди придут, посмотрите, как вы в канализацию. И вообще, пример это, закрыли. Предпоказано вообще. Отдельный канализация с такой. Да, 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 да. И такой специальный аромат пустит. А ещё лучше, вот есть такой парфюм, который пахнет? Да, да, да. В канализации, да? Попробуйте. Нет, зачем всех? Только тебя и Рамазан. И кем тебе, Анна? Нет, компактологом больше Индиры собираешься. Да, Индиры, да. Ради маркетинга, мне кажется, можно пойти на всё. Это, получается, Алматы, полная канализация. Да? Там всё, 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 так сказать, добро человеческое. Да. О май гад. Ну по картинке очень красиво. Аминь. 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 После такого фильма. Ну я вам желаю, чтобы всё получилось. Спасибо огромное. Пусть соберите кассу. Друзья мои, давайте пойдём, поддержим. Ну я реально хочу пойти теперь ради этой канализации, потому что просто интересно посмотреть, знаешь. Ну это же терпеть такое. Да. Я вот почему не снимаюсь в кино. И у меня же много друзей, да, снимают. Я только в таких вот в эпизодических ролях. Потому что я думаю, блин, как люди терпят. Это же долго, да. Но, Нурбухан, как ты снимался в канализационном, так сказать, в айдаёме? Я обязательно келем. Друзья мои, давайте придём, поддержим и посмотрим Бельгасас Батерлар во всех кинотеатрах Казахстана с 28 сентября. Спасибо вам большое.